И всем привет, ребят, с Мистер Вайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик внезапно посвящен новой теме, о которой рассказали в видеоблоге сегодняшнем. Я, честно говоря, посмотрел всё это дело, но до конца так и ничего не понял, плюс-минус, так же, как и вы, если вы эту тему уже смотрели. Сегодня мы вместе с вами поговорим о новой валюте, которая в ближайшем будущем появится в игре ещё раз, только уже вместе с вами на видеоролик посмотрим информацию по поводу рубинов, по поводу новой валюты. Ну и надеюсь, что разберёмся, в чём же её фишка и как это вообще всё дело работает, а главное, зачем, зачем в игре новая валюта, которая, ну по сути, станет третьей валютой и заменит в какой-то степени танкойны. Если вы ждали этот видеоролик, и если вы, так же, как и я, имеете много вопросов по этому поводу, обязательно поддержите данное видео с лайком, подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны, ну и также не забывайте участвовать в розыгрыше по тегу, для этого у нас только игровая аккаунтика и с этим личный, так, так, темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форум, который есть в описании. Ну а мы вместе с вами открываем видеоблог, который только что вышел, постараемся вкратце всё это дело посмотреть, прослушать. Я, как уже сказал, я посмотрел, но так я и не понял, зачем это дело делается, поэтому давайте послушаем и посмотрим ещё раз вместе с вами. Рубины, как более ценная валюта, впервые обсуждались ещё для танков 2.0. Они должны были зарабатываться в игре вместе с кристаллами и требовались для улучшения вооружения старших модификаций. Это всё было очень давно, когда в игре не было танкоинов, а были лишь кристаллы. Но зачем тогда вводить ещё одну валюту, если уже есть кристаллы и танкоины? Зачем вам, как игрокам, нужна третья? Давайте скажу прямо, вам она не нужна, она нужна нам. Дело в том, что за 15 лет работы танков мы подключили для вас десятки разных платёжных систем в сотнях разных стран. Каждый предмет, который мы продаём за деньги, имеет собственную цену в валюте той страны, к которой привязана платёжная система. За деньги можно купить некоторые спецпредложения, танкоины и премиум. За кристаллы вы покупаете временные предложения с витрины магазина, припасы, краски, совершаете покупки и прокачку вооружения в гараже. А всё остальное можно купить только за танкоины. Спецпредложения, ключи, кристаллы, звёзды, модификации из раннего доступа, боевой пропуск, некоторые краски и голды. Управлять всем этим становится очень сложно. К тому же вы регулярно просите у нас добавить в игру... Ну смотрите, говорится, что управлять этим всё-таки очень сложно и при этом вводится новая валюта. Непонятно, зачем? ...больше способов зарабатывать танкоины. Где ответ на вопрос, зачем? Например, добавить их в золотые ящики. Да, это возможно хоть и небольшое количество, но это сделает нашу бухгалтерию ещё на порядок сложнее. Как различить, какие из танкоинов были куплены, а какие заработаны на каждом из аккаунтов? Наши проблемы это, безусловно, исключительно наши проблемы, но игра должна быть удобной для вас. Поэтому мы нашли решение, которое упрощает работу нам и никак не меняет игру для вас. То есть происходит полное разделение покупных, можно так сказать, танкоинов и непокупных танкоинов, то есть которые вы зарабатывали в челленджах. Вопрос, зачем это делать, для меня до сих пор остаётся загадкой. То есть появляется валюта рубины, которые будут как типа танкоины, да, а танкоины можно будет приобретать только за донат. Есть ли тут геймеры, которые играли, например, в Genshin Impact? Если да, тогда вы уже знаете, как будет работать новая система. Да, новая валюта повторяет систему так называемых кристаллов сотворения и камней истока. Теперь вы знаете и уже можете расслабиться, а для остальных мы объясним чуть подробнее. Когда премиум валюта только появилась в играх, её невозможно было заработать внутри игры. То есть типа если мы сейчас зарабатываем танкоины в игре, то типа это как бы неправильная тема и делается дополнительное разделение. Вопрос, зачем? Для чего? Ответа я пока не услышал. Это упрощало управление игрой для разработчиков, но сильно демотивировало игроков. Потому со временем во всех играх внедрили какой-то способ зарабатывать премиум валюту, просто находясь в игре. Премиум валюта в её старом виде работала как виртуальный кошелёк. Возможно, что её заработка внутри игры разрушила эту функцию. Для разработчиков было бы очень удобно такую функцию восстановить, но не отобрать у игроков мотивацию играть. Как раз для этого нам нужны две валюты. Первая, премиум валюта, будет выполнять функцию кошелька. Вторая, хард валюта, должна использоваться для всех покупок в игре и зарабатываться честной игрой. Чтобы купить вторую хард валюту, надо обменять её за первую премиум валюту. То есть танкоины на рубин. Сейчас в игре уже есть хард валюта, это танкоины. Она же является и премиум валютой, потому что её можно купить. Мы хотим разделить её функции на две валюты с добавлением рубинов. Теперь смотрите, что произойдёт. Рубины занят в игре танкоины. Везде, где вы зарабатывали танкоины, теперь вы будете зарабатывать рубины. В челленджах, в контейнерах, ежедневных миссиях и так далее, теперь вы будете получать именно их. То же касается и трат. Там, где вы тратили танкоины, теперь надо будет тратить рубины. В покупке модификаций, золотых ящиках, ключах и даже спецпредложениях. Там, где раньше ценник был в танкоинах, теперь станет в рубинах. Вы уже поняли, но я подытожу. Рубины заменят собой функционал танкоинов в игре полностью. Всё, на что вы могли заработать игровым процессом, продолжит быть доступно в игровом процессе. А что же случится с танкоинами? При введении рубинов все ваши танкоины, включая те, что вы заработали просто играя, останутся у вас без изменений. Никаких конвертаций или какого-либо орехового скама. Функционал ваших танкоинов расширится, и то, что раньше продавалось за деньги, например, премиум аккаунт, станет в лице, отиграя, премиум аккаунт будет доступна в игровом процессе. Всё, на что вы могли заработать игровым процессом, продолжит быть доступно в игровом процессе. А что же случится с танкоинами? При введении рубинов все ваши танкоины, включая те, что вы заработали просто играя, останутся у вас без изменений. Никаких конвертаций или какого-либо орехового скама. Подождите, подождите. Функционал ваших танкоинов расширится, и то, что раньше продавалось за деньги, например, премиум аккаунт, станет доступно для покупки в танкоинах. Получается, я свои танкоины смогу потратить на приобретение премиум аккаунта. Я правильно понимаю? Окей, хорошо. Но до сих пор я не понял, зачем. Ваши танкоины будут обмениваться на рубины один к одному, когда вы этого захотите. Обмен будет запускаться на специальном экране, только с вашего согласия, каждый раз, когда вам будет не хватать рубинов. Ещё раз, мы не делаем никакой конвертации. Если вам не хватает 134 рубинов, то вам нужно будет обменять ровно 134 танкоина, без каких-либо скрытых комиссий. Танкоины заработать в игре будет невозможно. Ни в миссиях, ни в голдах, ни в контейнерах, ни даже в конкурсах получить. То есть это просто валюта, которая чисто за донат. Можно только купить в магазине. Наверное, вы всё ждёте скама. Скама. Он всегда есть. Скам. Ну где же он? Его нет. Мы оставим доступность тех предметов, которые вы могли получить, играя. Всё, что вы накопили, останется у вас. Выставлять их за реальные деньги нами не планируется от слова совсем. Вы, как и раньше, сможете накопить рубины и покупать на них разные классные штуки. Если вы никогда не донатили в игру, то всё, что для вас изменится, это название валюты и её иконка. Если у вас есть возможность донатить в любимую игру, то тогда у вас появится новая функция в виде кошелька, которую будут выполнять танкоины. Обмен очень простой, понятный и полностью под вашим контролем. Вопрос зачем, остаётся открытым. Я надеюсь, нам удалось понятно объяснить, зачем мы... Вопрос остаётся открытым. Я до сих пор не понимаю, зачем. И даже попытались мне это объяснить, но я не понял. То есть просто идёт отделение танкоинов, как валюту, которую можно только приобрести. Но для чего делать это разделение, если всё работает по тем же самым принципам, для меня лично непонятно. И даже если орех говорит, что скама нет, как-то это выглядит всё максимально-максимально странно. Хотелось бы узнать вашу точку зрения, потому что я до сих пор остался с вопросами и с непониманием того, как это будет работать до конца и для чего это делается. Возможно, вы понимаете больше, чем я. Поэтому напишите, что вы думаете по этому поводу. Поддержите данный видос лайком, подписочкой на канал. Ну а у меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok